Выехать на кат и кататься кругами на 2000 оборотах, еле-еле нажимая газ. Так делать не нужно. В первое время избегайте прыжков с трамплинов и прочих вещей. Возникнет локальный перегрев, фрикцион может запечься и произойти другие эффекты, очень плохие. Всем привет, с вами Семен. Сегодня у нас серия про обкатку. Как обкатать движок, коробку и прочие агрегаты, которые вы только что собрали. Расскажу про обкатку. Зачем вообще она нужна? Почему нельзя собрать мотор, закинуть туда поршни, залить масло и валить в полный газ? Да в принципе можно, почему нет? Американцы так и делают. Я видел в Америке определенную контору, которая собирает мотор на ковке и сразу везет машину, даже не заводя. Заводят они ее прямо на треке и начинают гонять в полный газ. Аргументирую это тем, что в моторе обкатываются только поршневые кольца к цилиндрам. В принципе так и есть. А чтобы их обкатать, надо дать на них нагрузку. И они дают нагрузку таким путем, что начинают двигатель надувать. В камере сгорания повышается давление, которое раздвигает кольцо и заставляет его притираться к стенкам цилиндра. У них есть настройщик, который сидит на стуле возле этого трека и по Wi-Fi настраивает автомобиль, который катается по кольцу и обкатывается. В общем такие интересные ребята. У нас немножко другой подход к обкатке двигателя. На таком неплохом опыте сборки двигателей и разборке их после обкатки могу рассказать вам, как правильно это сделать. И главное безопасно. Потому что если вы начнете гонять на ненастроенном двигателе, скорее всего он даже обкатку не пройдет. Когда вы собираете двигатель, вы меняете в нем вкладыши, все прокладки, поршни, растачиваете цилиндры, делаете новый хон на цилиндрах. Возможно ставите другие распредвалы, клапаны, пружины. Что же из этого нужно обкатать и как? Я сейчас рассказываю про поршневой двигатель, роторный двигатель требует абсолютно другой обкатки. В поршневом двигателе основное, что нужно обкатать, это поршневые кольца, чтобы они притерлись к цилиндрам. Именно к новой сетке хона. Сама сетка хона, она не идеальная, потому что она делается на станке определенным абразивным камнем. И все равно остаются определенные неровности в обработке цилиндра. Также поршневое кольцо, оно тоже сделано не идеально. И эти два узла, которые трутся друг об друга, должны притереться. И сделать это нужно правильно, без каких-либо перегревов, сделать это не супер резко. В общем, правильно. Вкладыши в моторе обкатывать не надо. Все, кто обкатывает вкладыши, скорее всего, забыли померить там зазор. Че скрывать? Вкладыш это подшипник скольжения. Он с коленвалом контакта не имеет. Обкатывать его не нужно. Также не нужно обкатывать клапана, если они правильно притерты, правильно сделаны на них фаски, правильно выбран зазор в направляющей. Этот узел работает сразу. Распредвал, толкатели, гидрокомпенсаторы. Все это обкатывается в первые полчаса работы двигателя. То есть не нужно сразу же долбить в отсечку. Про тех американцев, которых я рассказывал, они, кстати, имеют ограничения по оборотам, и это очень важно. Они лупят в пол, но не крутят дальше 4-4,5 тысяч мотор. Потому что как раз таки клапанный привод должен правильно обкататься. Как правило, машину после сборки заливаем все жидкости, заводим, прогреваем, проверяем, что ничего нигде не течет. И после первого прогрева, когда вы уже все проверили, возможно, вы захотите еще раз поменять масло, и это будет правильно. Потому что когда вы собираете мотор, все равно может какая-то пылинка куда-то попасть, или где-то остаться невымытая грязь. Это может быть даже супер критично. А может быть уйдет промывкой. При сборке мотора нужно соблюдать особую чистоту. Это понятное дело. После первого прогрева лучше на машине сразу выезжать и начинать кататься. С газом нужно обращаться аккуратно, но можно его нажимать. То есть не нужно ехать очень аккуратно, стараясь, например, выехать на кат и кататься кругами на 2000 оборотах, еле-еле нажимая газ. Так делать не нужно. Лучше чередовать обороты и нагрузку на двигатель. То есть вы выезжаете, нажимаете, газ до половины можно им пользоваться вообще без проблем. В пол лучше не нажимать, потому что, возможно, ваш автомобиль либо не настроен, либо может быть что-то работает некорректно. Все нужно тысячу раз проверить. В пол не нажимать, так как двигатель нужно обкатать на не самой большой нагрузке. Крутить двигатель лучше сначала до 3000, первые 100 километров. Дальше можно до 4-4500, но дальше лучше не крутить. Повышенные обороты будут для него критичными. В том плане, что непритертые кольца могут иметь локальный перегрев в какой-то области или еще какие-то нехорошие эффекты могут произойти с клапанным механизмом. Почему нужно чередовать обороты? Когда вы едете на одной нагрузке, на одних оборотах, мотор работает в определенном статичном режиме. Лучше нагрузку чередовать. Давать двигателю ускоряться до определенных оборотов, там до 3-х или 4-х тысяч, смотря какой у вас уже пробег. Разгоняйтесь, а дальше переходите в режим торможения двигателем. Вы выключаете топливоподачу, прекращается процесс сгорения. В камере сгорания уже не будет давления, в пускном коллекторе будет разрежение. А потом, когда вы нажимаете газ, получается обратный процесс. Это дает кольцам очень хорошо приработаться во всем диапазоне. Поэтому нагрузку лучше чередовать. Мы обычно как делаем? Мы выезжаем либо в город, либо на тот же кат. Последовательно на передачах ускоряемся, там, например, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, до определенных оборотов. И потом тормозим двигателем, переключаясь на пониженные передачи. И так и двигаемся ступеньками, обкатывая как раз-таки поршневую. Торможение двигателем – классический спортивный прием. Но знать, как им правильно пользоваться, должен каждый водитель. При обкатке двигателя обязательно залить правильное масло. Нужно залить минералку. Почему не залить синтетику? Нам нужно притереть кольца. Для этого нам нужно как раз-таки масло похуже, чтобы это хорошо терлось. Если мы зальем синтетику, она будет очень хорошо смазывать кольца, и они не притрутся должным образом. Поэтому заливаем минералку, но не ищем самую дешевую, просто какую-то адекватную минералку. Обязательно подберите вязкость правильно, тоже не стоит там заливать 10-60 какую-нибудь минералку, или там 20-60. Они обычно так как-то маркируются. Если ваш мотор рассчитан, например, под масло 5-30, можете залить чуть-чуть погуще на обкатку, там что-то типа 10-40, минералку. Обязательно используйте оригинальный масляный фильтр или очень хороший масляный фильтр. На обкатке весь вот этот микроабразив от притирки колец к хону, он будет присутствовать в масле, и этого никак не избежать. И фильтр должен это все очень качественно отфильтровать. Если вы возьмете какой-нибудь очень дешевый фильтр, он может оказаться бракованным или плохо фильтровать, и весь этот абразив будет постоянно циркулировать по масляной системе, убивая двигатель на обкатке. Так делать не стоит, нужно обязательно выбрать очень хороший масляный фильтр. Такая обкатка, как правило, длится 500-1000 километров. Обкатывать двигатель порядка 5-10 тысяч километров не стоит. А как убедиться, что мотор готов, что он обкатан? Нужно померить компрессию и герметичность цилиндра. То есть надуть цилиндр воздухом и посмотреть процент утечек, который уходит в картер через кольца специальным прибором. Вот, он щелкнулся прибор, утечек практически нет, цилиндр полностью в рабочем состоянии. Когда вы это проверите, вы поймете, в допуске он или нет. И если у вас есть возможность сделать это часто, можете даже проследить, как обкатывается ваш мотор. После первого прогрева померили утечки, записали, проехали 100 километров, записали. И вы увидите вот этот прогресс, как он изменяется. На самом деле процент утечки будет падать даже после обкатки, когда вы зальете синтетику и проедете еще несколько тысяч километров. Уже в свободном режиме, может быть даже газ в полутечки все равно будут становиться меньше. Это уже такая финишная обкатка двигателя. Допустим, вы собрали себе новую коробку передач. Нужно ли ее обкатывать? Каждый узел требует обкатки, потому что технологические процессы производства не могут обеспечить идеальную обработку определенных плоскостей. Даже когда делается шестеренка, у нее все равно есть определенные шероховатости. И нужно обязательно, чтобы они приработались с ответной шестеренкой. Когда вы меняете какие-то зазоры в коробках передач или шестеренки, обязательно дайте коробке передач покрутиться определенное время без нагрузки. Обязательно с маслом. Масло тоже можно выбрать чуть меньшего качества и обязательно после обкатки коробки его поменять, потому что тоже будет присутствовать определенный абразив. Те же самые синхронизаторы тоже имеют определенный конус и к ответной части им тоже нужно приработаться. Все это вырабатывает определенный абразив и после там 500 километров, после 1000 километров лучше масло в коробке передач менять, так как в коробке нет никаких фильтров, масло там постоянно циркулирует. И весь этот абразив может снизить ресурс коробки, поэтому обязательно меняйте масло. Когда вы собрали новую коробку, просто вывесили машину, пощелкали передачу и оставили там на пятой или на шестой крутиться коробку. Ну, лучше чередовать передачи, если у вас есть на это время. Если коробка поработала так примерно часик, можно уже выезжать, но не давить газ в пол, постараться покататься на коробке с небольшой нагрузкой и плавно включать передачи, чтобы приработать синхронизаторы. Также каждый подшипник требует минимальной обкатки. То есть, если вы поставили новый подшипник, будь то в коробку передачи или ступичный подшипник, ему нужно дать немножко покрутиться. Конечно, там не 10 километров, не 100, просто несколько десятков оборотов. Подшипник собирается на заводе и туда кладется какая-то смазка специальным образом. Она должна правильно распределиться. То есть, если вы поставили ступичный подшипник, на подъемнике можете дать ему немножко покрутиться. Буквально включить передачу, тронуться на машине, раскрутить ее и этого достаточно. Потому что, если вы выйдете на собранном узле и дадите ему полную нагрузку, это может привести к износу подшипника. Обкатка автоматической коробки передач это тоже сложный процесс, так как там многодисковое мокрое сцепление. И когда вы их меняете, прикатывать нужно не только шестеренки в коробке передач, которые вы там, может быть, тоже поменяли в планетарных передачах, но также притереть фрикционы. Если вы выйдете и начнете кататься газ в пол или пытаться дрехтить на свежесобранной автоматической коробке, фрикционы могут просто погореть. Так как это примерно такой же принцип действия, как у сцепления. Плоскости нужно приработаться к ее ответной части. И как раз переходим на наше любимое сцепление. Здесь имеется плоскость фрикционного диска. Ответная плоскость это у нас маховик и корзина. При производстве плоскости не идеальны. Как маховика, так и диска. А если вы ставите на старый маховик новый диск, ему определенно нужно приработаться. Когда вы поставили новое сцепление, поехали на диностенд снимать тысячу сил, оно у вас забуксует и умрет. Это 100%. Его нужно обкатать. Обкатать его нужно плавно на нем трогаясь, то есть давать ему буксовать. Конечно, без экстрима, без перегревов, но нужно его правильно обкатывать. Будь то керамика, органика, карбон, неважно. Плоскости должны приработаться. Также обкатка тормозных дисков, тормозных колодок выглядит примерно так же. Когда вам на сервисе поставили новые колодки, говорят, в ближайшие 100 км тормозите плавно. Тот же самый процесс. Фрикцион не приработан к тормозному диску. Если нажмете педаль резко, машина будет останавливаться хуже, чем вы привыкли. И из-за того, что плоскость прилегания колодки к диску пока что не полная, она не притерта, возникнет локальный перегрев, фрикцион может запечься и произойти другие эффекты. Очень плохие. Например, разрушится колодка, отколоться от нее кусок или диск поведет. Так делать не стоит. Когда поставили новые тормоза, выехали, разогнались и плавненько тормозите несколько раз, чтобы прикатать диски. И, конечно же, первые несколько десятков километров тормозите плавно, избегая резких остановок. Дрифт это когда водитель на тормозе едет, практически летит. Когда вы какой-то узел в машине меняете, обязательно подумаете, нужно ли его обкатать. Например, стойку амортизатора. Надо их вообще обкатывать? Если вы ее правильно прокачали, поставили, обкатывать их особо не нужно. Но некоторые стойки, даже производитель пишет, что первое время избегайте прыжков с трамплинов и прочих вещей. Нужно спокойно покататься на подвеске, чтобы все встало на место. Ну, в плане там стойки и прочее. Допустим, вы поменяли что-то в навесном своего двигателя. Например, это генератор или насос ГУР. Либо, может быть, ролик. Это тоже нужно правильно обкатать. Допустим, насос ГУР вы перебрали. Поставили туда новый механизм с лопатками, с эксцентриком новым, с ответной частью. Обычно насосы ГУР так и выглядят. И всем этим вещам тоже нужно правильно приработаться. Если насос ГУР у вас начнет работать сразу в полную мощность, то есть вы зальете жидкость, неправильно прокачав насос, и сразу выкрутите руль в упор, еще и дадите газу, он, наверное, сразу развалится. Поэтому тут нужно плавно прокачать систему, дать ему немножко поработать на холостых, например, и тогда он придет в норму. Если вы перебрали генератор, как с ним быть? В генераторе, когда меняется щеточный узел, он имеет неполное прилегание к ответной части. Его нужно тоже правильно обкатать. Обязательно полностью зарядите аккумулятор, соберите на место генератор и заведите машину, и постарайтесь не включать дополнительные приборы. То есть не нужно ставить генератор, сразу же включать дальний свет фар, все обогревы, печку, музыку на всю, и идти смотреть с тестером, заряжает он или нет. В таком случае можно получить перегрев щеточного узла генератора, и он выйдет из строя. Лучше дать машине поработать на холостых несколько десятков минут, чтобы щетки хотя бы как-то притерлись, и после этого уже проверять зарядку генератора. И постараться несколько часов после этого не злоупотреблять потребителями на автомобиле, именно электроприборами, чтобы не нагружать генератор. В принципе, все про обкатку. Спасибо, что посмотрели этот видос. Правильно обкатывайте свои машины, не бойтесь в них что-то делать. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите коммент. С вами был Семен, пока. Субтитры сделал DimaTorzok